С 1 ноября 2020 года в России вступают в силу новые законы. Одним из важных ношеств, которые касаются большого количества граждан, выступает внедрение повсеместной поддержки карточек отечественной платежной системы МИР. Все сайты-агрегаторы обязаны технически подготовиться к приему от пользователей средств, которые переводятся с карточки российского платежного представителя. Для этого эксперты внедрили новые пункты в закон о защите потребительских прав. Дума планирует возобновить беззаявительный порядок продления детских пособий на первого и второго ребенка, который действовал до 2 октября. Автоматическое продление срока действия пособий на детей до 3 лет – право, которое нужно подтверждать один раз в год. Его ввели весной из-за пандемии. Сейчас снова нужно подавать заявление и подтверждать свои доходы справками. Дума планирует вернуть временные правила оформления пособий до 1 марта 2021 года. Большинство уже принятых изменений ноября в первую очередь затрагивают интересы автолюбителей. Так составить электронное извещение о ДТП в порядке европротокола, то есть без участия полиции, будет проще. Центробанк убрал из правил страхования ОСАГО требования об отсутствии разногласий между водителями по поводу обстоятельств происшествия. Даже если между участниками ДТП остаются разногласия, они смогут оформить извещение самостоятельно. Это не приведет к снижению лимита по выплате. Требования о том, что оба транспортных средства должны принадлежать физическим лицам, из правил ОСАГО тоже убрано. А значит, европротокол можно будет составить и в том случае, если одна или обе машины принадлежат юридическим лицам. Напомним, что для самостоятельного составления электронного извещения о ДТП хотя бы один из водителей должен использовать на смартфоне приложение помощника ОСАГО. Вступают в силу новые требования к паспорту транспортного средства, а также обновленная форма этого бумажного документа. ПТС нового вида будут выдавать в подразделениях ГИБДД взамен утраченных, испорченных документов или тех, где заполнены все поля о владельцах автомобиля. И не забывайте, что в начале месяца нас ждет последний из нерабочих праздников года – День народного единства. 4 ноября 2020 года – среда. Она станет выходным днем без дополнительных переносов, а 3 ноября считается сокращенным рабочим днем.